Вот эта стена, которая принадлежит гостинице «Россия», она в очень опасном состоянии. Мало того, что по ней идёт газовая труба, которая может в любой момент, если рухнет... Для жителей двух многоквартирных домов на проспекте Кирова это единственный проход к подъездам. Арка дома пристроена к стене здания бывшей гостиницы «Россия». После последнего пожара от неё остались только стены, и сейчас местные жители переживают за своё здоровье. На голову чуть не падают кирпичи, но если проход закроют, домой можно будет попасть только со стороны театральной площади. В 2019 году, когда ремонтировали проспект Кирова, закрывали здесь вход, потому что пройти здесь было невозможно, у нас есть выход на театральную площадь 13. Там открывали вход, но смысл в том, что там очень маленькая арка, низкая, и ни одна пожарная машина туда не проедет. Потому что даже машины, которые вывозят мусор, вывозили мусор на... Ну вот на колёсиках вот эти урны стоят, они вывозили на театральную площадь, и там грузили в машину. Ещё несколько лет назад, говорят местные, у них было два выхода и входа, и две арки. Одну из них закрыли, когда здесь появился тандыр. Со двора видно очертание прохода. Его застроили, перекрыли железом, сделали вентиляцию и кондиционирование воздуха. И открыли кафе. Это был, по-моему, 2001 год. Здесь была подворотня, и слева от него был гараж МЧС, который потом приватизировала, по слухам, семья Аксёненко. Закрыли здесь всё лесами, сказали, что будут нам ремонтировать арку. В итоге, когда леса сняли, на месте нашей подворотни появилось вот это чудо, называется кафе. Здесь два дома, по два подъезда, то есть больше 130 квартир, целый колхоз. Случись пожар, пожарная машина та, арка аварийная. Заезжать к нам как, никто не знает. Консервировать здание гостиницы «Россия» на зиму не стали. И 70 сантиметров снега, выпавшие в этом году, только усугубят ситуацию, уверены жители. А пока ждут вердикты, хотят обратиться в прокуратуру с просьбой проверить давнее решение о передаче их арки и земли под ней в частные руки. Много лет назад суд был не на их стороне. Екатерина Сулейманова, Роман Шельдяев, Саратов, 24.